Вчера я была на фуникулёре. Поднимаешься выше и выше. Там так хорошо, столько деревьев, так хорошо, что я подумала прыгнуть отсюда, быть тут птичкой, летать куда захочется. Первый фильм, куда меня направили, это фильм Георгия Шингилая и Михаила Чаурели «Любовь нужна всем». В незабываемое время. Я впервые увидела большие фуры, наполненные виноградом, виноградники. Боже мой, какая красота! Всё было фантастически. Наизусть знаю каждый кадр фильма, даже сегодня. Назовите любое место фильма, могу наизусть сказать текст. Тем более, когда всё знала. Постоянно была рядом с Георгием Николаевичем. Очень люблю эти фото детства. Очень люблю. Вообще считается, что я фотогенична. Но я так не считала и снимать фото не очень-то любила. Но вот в этих фото, где я вместе с мамой просто впадаю в нирваны, когда на них смотрю. Какая же мама красивая и какая я милая. Мама была красавицей. Короче, мама вышла замуж в Армении. Там они прожили некоторое время. Потом она приехала сюда, и я родилась в Тбилиси. Много времени тому назад. Но, скажу правду, мне не дают столько. На этот раз папа не захотел тут оставаться. И он ушёл. Я не видела его аж шести лет. Если говорить по правде, это была большая боль. Каждому мужчине, с кем у меня были отношения, я видела отца. Я постоянно ждала его. У меня куча воспоминаний об этом фильме. Я безгранично люблю этот фильм и тот состав, создавший его. Это оператор. Это я, Иксана Зданевич, внучка Кирилла Зданевича, который нашёл пиросмане. Она была художником по костюмам. Это опять Хары Байгогия. О, тот сцены, когда стражники нагрянули. Это декорации на натуре. Опять же Хары Байгогия. Как всегда, я рядом с Георгием. По-другому и не могло быть. Мы были цваричами. Было полтора метра снега и очень холодно. Полтора месяца продолжала съёмка последней сцены. Очень сложная сцена была. Время было фантастическое. Всё скучаю по нему. Как было приятно работать. Помню тексты, потому что репетиции проходили вместе с Ливаном. Я читала Ливану Китесичу тексты, пока он приодевался, делал грим. Заканчивалось приготовление, и он всё знал наизусть. С Амаром по отношению к тексту была чутеная ситуация. Во всех кадрах, где находился Амар, я нахожусь у его ног и подсказываю текст. Георгий Николаевич говорил ему, Амар, ты не нервничай. Ты только делай паузу. Луиза поможет. Вот так и снимали. С ума схожу по Георгию, по фильму Хары Байгогия и про всё с этим связанное. Вот там была библиотека имени Шатару Ставели. Я там проводила всё своё время. Так я любила бывать там. Наша соседка, тётя Маня, она была немкой, работала там уборщицей. Я была там постоянно. Всё книги и книги. Оттуда и прибегала сюда. Тут я жила. Вот тут был подъезд. Называли домом хозяйки. Вот даже виден след от лестницы, если видишь. Внутри был большой двор. Наш дом, наверное, был где-то тут. Ни дерева не стоит, ни воды нет. Тут стояло большое дерево, огромное. Кран был. И был двор очень большой. Это единственный двор и дом, который разрушили. В этом доме жили множество жителей. Внизу жили курды, езиды. Прекрасная семья была Сафоевых. Я их очень любила. Их было пятеро братьев и сестричка. Я дружила с ними. Армяне, евреи, немцы. Госпожа Берта Карловна была немка, у которой муж был поляк. И была по мужу златинская. Они жили со стороны улицы. Тетя Лена, она была армянка, а муж был грузин, звиаданцы. Муж был высокий мужчина, с синеглазым, красивым. Тетя Лена была невысокой, полной женщиной. И говорил ей, целую твои клубничные щечки. От большой любви он ей именно так говорил. Я не встречала такой любви. Это от того, что дядя Коля видел тетю Лене, опять ту же маленькую девочку. Фантастические отношения были. Можно это на улице? Извините, я спешу. У меня дело сегодня. Футбол? Я знаю. Сейчас. Извините, у меня работа. Я должен закрыть и выйти отсюда. Сейчас мы выходим. Пойдем. Так не поступил бы. Никто и не сказал бы, что уходи, потому что я спешу. Такого не случилось бы. Там жила моя учительница с первого класса, Маро Цицейшвили. Она была необычной госпожой. Она научила меня писать и читать. Между прочим, меня повели в грузинскую школу. Вот тут у дверей тетя Варсо. Продавала семечки. Десять лет проходила эту дорогу туда и обратно. В школу и из школы домой. Очень люблю этот сад. По-моему, все его любят. Но его невозможно не любить. Между прочим, слово «дэв» на санскрите обозначает полубога. Полоскай его животик. Может, деньги пошлет мне. Очень любила этот аттракцион. Нас сажали в лодке, и они плыли по кругу, а в конце нас высаживали. Так что мы, правда, путешествовали и были очень счастливы. Это наш выпускной вечер. Наш класс. Зурико Яшвили. Это я. Это Цира Леонидзе. Гела Хомерики. Да Тобери Швили. Эли Собара Ташвили. Нана Лумтадзе. Зурико Картфели Швили. Гоги Маргвел Швили. 1975 год. Я окончила школу. Мать сказала, что я должна зарабатывать сама. В институт не смогла поступить. Сдавала на журналистику, не хватило очков. Я не хотела работать на кондитерской фабрике и в подобных местах. А тогда надо было работать обязательно. Я решила поступить в киностудию. Кино я всегда любила. Мама потребовала, чтобы я никуда не уезжала из Тбилиси. А такое место было. Только лаборатория. Так я попала в лабораторию. Между прочим, это все была хроника. Тут не существовал театр. А чуть дальше, где сейчас посольство Германии, было Министерство кинематографии. Министром был Валешвили. Тут всегда была охрана. Между прочим, до сегодняшних дней работает Гиви, которого, помню, 40 лет. Гиви, как ты, любимый? Я спросила про тебя у охранников. Они сказали, что ты утром прошел мимо. Как ты? Ты опять такой же, каким и был бурный мальчик. Я очень люблю мультфильм «Свадьба соек». Я там играл мышонка. Представьте себе, мне 17, и я попала в цех обработки пленки. Проявщицей была Алла Гаспарян, и я была ее ученицей. Утром в пол восьмого начиналась первая смена. О, как мне было лень. Но ко всякому привыкаешь. Со временем меня перевели на проявку негатива. Это было очень ответственной работой, ибо в случае порчи негатива пропадал весь труд. Вот тут располагалась лаборатория. На втором этаже было ОТК, а на третьем был фотоцех. Там работали Виген Вартанов, Ламара Кубахидзе, первый фотограф женщин в Грузии. Прекрасные люди работали. А сейчас уже вот... В лаборатории проработала три года, и очутилась в ордене Ленина киностудии «Грузия. Фильм». Вот с этого края начинался звуковой цех, и, конечно, монтажная. Наверху киномеханики крутили киноленту. А тут были все голоса, диалоги, все синхронные, несинхронные, другие шумы, музыка. И при участии оператора и режиссера все это соединялось. Знаменитая фотография, что я стою в машине, и ветер колышет в мое платье. Про нее говорят, что Мерлин Монро отдыхает. Вот тут стояла машина Нукзара-Нузадзе. Там операторы хранили свою аппаратуру. Вот тут и снято то фото. Я тогда работала у Гоги Хайндравы над фильмом «Кладбище мечтаний». Так хорошо помню, ходили на парады. Как я любила ходить на эти парады. Все были в приподнятом настроении, все веселые, счастливые. Музыка играла. Вот, например, в Асочи Хейдзе. Это фото тоже на параде снято. Впервые я оказалась на этой улице и в этом доме в 1979 году. Как же я люблю этот дом, эти двери, этих людей, кто жили тут. Всю семью. Многих уже нет с нами, к сожалению. 1978 год. Тогда познакомилась с Андро Шенгелая. Мы подружились и дружим с тех пор. Вериконджа Боридзе, царство небесное, очень любила Сандро. Вот этого двухметрового мальчика сажала себе на колени и так ласкала его. Сандро необыкновенно. 1982 год. Работа над фильмом «Ланне Гогуберидзе». Ланне Гогуберидзе и Резот Шхейдзе были тогда советниками Дуата Шеварнадзе по вопросам культуры. Точно не знаю, но, по-моему, они вроде посоветовали. И Эдуард Шеварнадзе не противился тому, чтобы после 15 лет бездействия дали возможность Параджанову снимать. И в 1983 году Сергей появился в студии. Тут и еще и отмозда, порыцай лету, сами, сами. Сурами с цифрю. 1987 год. Сергей запустил фильм «Ошебки рев». Я обязательно должна была работать с Сергеем. Меня пустили к нему на фильм. Половина группы была армянской. Художником был Карен Давидов, сын тамошнего министра. Оператором-постановщиком был также армянин Алик Евурян. Он был партком армян фильма. Должна была приехать режиссер-монтажер, которая работала на киностудии имени Довженко, друг молодости Сергея. Необыкновенная женщина Мария Федоровна Пономаренко. Он называл Марию Федоровну Мария Казарес. Была такая звезда в старом фильме «Пармская обитель». Она была точно такой, и она ходила как королева. Сергей говорил, что она ходит, как последняя императрица Мария Федоровна, императрица-мать. Он с ума сходил, так любил ее. Разговор идет о том, что зачем на Мария Федоровна Луиза будет работать. А Сергей смотрит на меня, Сергей ничего не говорил. Но всегда слушал и внимательно наблюдал, кто как себя вел. Будто не слушал, но в реальности все фиксировал. Я сразу же заявила, что большое спасибо за такое доверие, но если Мария Федоровна не приедет, я не буду работать над этим фильмом. Я сказала это, не думая ни о чем. И когда повернулась, увидела, что Сергей смотрит на меня. И я поняла, что сказала то, что нужно было. Короче, и так я оказалась на ошибке Риби. До того, как начались съемки фильма, Сергей приводил Юриком Гояна в монтажную. Говорил про него «Аллен Делон». Посмотрите, какой он красавец. Юра был обыкновенным паром Станцминского района. Дебилисский ездит. Между прочим, большинство костюмов сшила мать Юрика, Майор. Кто помнит эти ездитские плитерованные юбки? Они и были использованы. Вся группа и художники, ассистенты держала булавки, потому что где он что придумал бы, и кого что нарядил бы, никто не знал. Много смонтированного материала не вошло в фильм. Как я жалею, что все Тома выбросил. Это съемки Ашетки Риба. Это я. Вот страна слепых. Я ему сказала, что это такое, ты почему народил меня в черное? Ты что, ревнуешь меня? Он ответил, что ревнует. Эту маленькую девочку Веронику Метонидзе, героиню фильма, он нашел на улице и погнался за ней в коляске милицейского мотоцикла. Она сбежала от него без пугия, не поняв, кто он и что хочет. Он догнал ее с мольбой, мол, я режиссер, прошу, не беги так, куда я могу, старый человек, гнаться за тобой. Он уговорил ее прийти на съемку. Короче, так оказалось, Вероника Метонидзе занята в этом фильме. Когда приехал Тигран Мансурян, композитор нашего фильма Исайят Нова, когда увидел материал, сказал, что не сможет работать над этим фильмом, и уехал в Ереван. Сказал, моя родина нуждается в помощи. Сказал и уехал. Сергей с ума сошел, ругался. В таком состоянии ему лучше было не попадаться на глаза. Игии кончили не было в Тбилиси. Короче, Игию невозможно было занять. Едем на съемку, а композитора у нас нет. Приехали в Баку. И приехал туда Джованшир Кулиев. И принес эту музыку. Сперва повел его и дал ему послушать. Хорошо помню хор слепых мальчиков. Сергей плакал. Сергей сошел с ума, так ему понравилось. И все уже решено было, что Джованшир Кулиев наш композитор. Он был прекрасной личностью. Когда заканчивали работу, он спрашивал, куда пойдем, ко мне или в оперу? К вам, Сергей Осипович, говорила я. Дура, говорила он мне, надо ходить в оперу. Это благородно. Вот сейчас повернется Ромас и покажет свой зад. Мамочка помнил. Как же я помню Ганды? Все, Ашеку отказали. Каким же счастливым был Ромас вместе с нами. Правда, это было чудом. Они оба получали такое удовольствие от отношений между собой. Такой радостный, такой счастливый. Я его так и не видела. Они на спор озвучивали, стояли спиной и прямо озвучивали синхрон. Он был абсолютно счастлив и очень доволен. И все были счастливы и довольны. Этот парень, Алек Джаншир, был близким родственником мужа сестры Сергея. Он был его духовным сыном. Алек был талантливым художником. Работал декоратором у многих. Почему-то повесился в 1988 году. Хоть верти, хоть нет, но я знала, что без Алека ничего не будет. И не прошло полтора года, и Сергей ушел за ним. А Алек не придет? Первый раз, когда я пококетничала перед Сергеем. Алек не придет, он передразнил меня. Фантастическим парнем был Алек Джаншир. Царство ему небесное. Эти куклы сделала невестка Степанкова. Сергей с ума сходил от этой девушки. Все эти куклы она и сделала. Знаешь, что сейчас, когда работают, от них идет чрезмерная серьезность. Рядом с Сергеем этого ощущения не было. Не знаю, может быть, удействовало это высказывание, что все гениально и просто. То, что вместе с ним делали шедевр, этого совершенно не ощущали. Он никакой такой важности на пыше. Никак, никак. Снимал он один или два дубля. Много дубля он не снимал. И никакого мучения. Ему не свойственны были такие вещи. Тут сейчас будет сцена на могиле. Голубь выходит. И там, на худсовете, аплодировали. Им настроение присутствовало. Мы смотрели вместе. Они с ума сошли. Так им понравилось это. Вот это именно тот момент и были бурные аплодисменты. Вот еще гениальный момент. Мы в Довет-Гарейджи. Открывание этой двери. Ассистенты никак не могли открыть двери, как нужно было. Когда он сердился, это был ужас. А вы не можете открыть дверь. Вот, допустим, идем мы со съемки. И вдруг он увидел. Ба, стадо овец на поле. Оказывается, что актера отпустили домой. Сергей говорит, нет проблем. Просто с каскадера Томаса Данелия одевают в костюм артиста. И вот эта сцена, где конь скачет, это все Томас. Вот так сразу что-то увидел и говорит. Стоп, давайте камеру. И пошла работа. Вот, вот, это я. Ассистент монтажера Луиза Ниазян. Это еще отдельная история. Как он не хотел записывать меня в титры? Ну, принесли титры. Вам наверняка известно, как сложно было написать титры тогда. Я прочла титры. Там записано множество людей, которых не было на съемке. Не буду уточнять, кто и что. Или же, моя фамилия не записана. Очень рассердилась. Я сказала ему, почему не записана моя фамилия? Я сделала то-то и то-то для тебя, сказала я. Делать мне нечего, засорять титры армянскими фамилиями, сказала он. Рассердилась, грохотом закрыла за собой дверь и вышла. Вижу, идет Георгий Николаевич, мой режиссер. Сружили тогда трое. Это были Георгий Шенгилай, Отар Иосияни и Сергей Параджанов. Их было три друга. Идет Георгий Николаевич. Обнял меня и спросил, что произошло. Я сказала, Георгий Николаевич, вот так он говорит, что делать мне нечего, засорять титры армянскими фамилиями. В это время Сергей выходит из монтажной, за ним идет сто человек. Георгий подошел и говорит, она не армянка. Заново написали титры, и моя фамилия записана в титрах. Это и была история, связанная с титрами. Ищу. Растерялась. В собственном городе я, как Колумб, не могу найти дом. Но к чему удивляться? 30 лет прошло, как не бывало в этих местах. В 1990-м скончался Сергей. Надеюсь, что найду. Вроде пришла, вроде приближаюсь. Сколько же я прошагала. 40 лет меня не было тут. Вот этот подъезд. Простите, извиняюсь. Кто-нибудь есть дома? Мемориальной доски нет почему-то. Извините, госпожа, я работаю у Сергея Параджанова над Ашиккирибом. По-моему, именно тот дом. Вот, оказывается, это тот самый дом. Не помешало бы и по-русски. Если отмери, получим разрешение. Вот это тот балкон. Тут был открытый балкон. Знаю, помню. Ворота, лестницы и перила старые. Остальное все новое. В конце был туалет. Там снимал он фото. Он вот так поворачивал стул и, раздвинув ноги, Сергей постоянно сидел в такой позе. А еще тут был фонтан. А фонтан куда делся? А, развалился. Вот оттуда мы поднимались. Тут жила Аня, а Сергей жил там. Мы заходили или с той стороны, или с подъезда. Чаще всего заходили с той стороны. Эти плитки старые. Мы их специально сохранили. Хорошая девочка. Золотко. Эти ворота, со времен Сергея, мы не меняли их. Там с обоих сторон сидели два голубя. Какие-то армяне пришли, попросили, и мы отдали. Мы тогда были новыми жильцами. Там была ограда, полуразрушенная. Мы ее снесли и выбросили. Какие-то люди брали часть и говорили, это принадлежало Сергею. Мы также сняли в доме остатки ковров со стены. Они унесли и это. Знаешь, как любят его. Вот если бы эта любовь была при его жизни. Сергей Осепович, пошли мы. Любимый Сержик, чао. Хосе, у меня дежавю. Пойдем со мной. Я тебе кое-что покажу. Дежавю, потому что он похож. Я подумала, что мне это привиделось. Он явно похож на своего дядю. Это племянник Юриком Гояна, главного героя фильма Ошельский риф. Сергей с ума сходил по Юрику. Он с ума сходил по Майо. Как он уважал мать Юрика. Какая на труженице хороший человек. Так он говорил о ней. Где он? Опять за границей, да? Сколько у него детей? Однажды я его видела. Он был облысевший. Я удивилась. Такой красивый парень. Красавчик. Вы тоже красивый мальчик. Будьте здоровы. У вас прекрасная семья. Однажды кое-кто решил отнестись к Сергею пренебрежительно, задрав нос. Он очень рассердился и, извиняюсь за выражение, сказал, давно вы узнали о Фаберже, мать вашу? И для меня всю мою жизнь так и понимаю, что, как говорится, спелый голос голову вниз опускает, а пустой поднимает вверх. Я привыкла к Грузии, здешней свободе, здешнему юмору. Сергей был таким же. Он не мог там жить, да и не хотел. Просто никого не было рядом. Все было до него. Его кормили соседи от жалости. Что же творилось тогда? Будто бы потеряли рассудок. Не знаю, что это было. Затмение. Да ради Бога, пришла национальная, свободная. У нас были совершенно другие ожидания, что будет справедливость. И что получилось? Все пошло в обратную сторону. В принципе, мне пришлось общаться с ним короткое время. Часто беседую с ним. Очень болит сердце, что не могу прийти на могилу и принести хотя бы один цветок. Тут в 90-х была война. Мы приехали в Ереван. Георгий приехал, Кайдановский приехал. Ираклик Верикадзе был. И наши были, с киностудии, на нескольких автобусах. Про то скажу, что оставило неизгладимое впечатление. Когда его вынесли, у армяны с такой обычай, гроб с покойником, трижды поворачивают в воздухе и несут. Положили гроб на катафалке и собираются отправляться. А машина не двигается с места. Такая жара, что дышать невозможно. Знаете, я поняла, что он не хотел там быть похоронен. Хоть верьте, хоть нет. Его похоронили на кладбище Кумитас, рядом с Арамом Хиличом Хачатуряном. Арам Ильич родился в Коджори. Вот еще один сын Тбилиси. Тбилиси совершенно необыкновенный город, правда. Не могу сказать, что я путешествовала очень много, но не скажу, что мало. Уверяю вас, что нигде не хочу жить, потому что я цветок этой земли и хочу тут жить. Мы ростки этой земли. Если бы я жила в другом месте, я бы не была такой. Вы знаете, я думаю, что родится другой Сергей. Потому что этот город такой, где происходят чудеса. Так будет. А он пусть будет там, где он есть. Не надо беспокоить, не надо их тревожить. Мне сейчас хорошо. Нечего мне больше желать. Я благодарна Господу за каждый дарованный день. Но я очень хочу иметь маленький дом, маленький фонтанчик. Деревья, много деревьев, чтобы вишня цвела и слива. Красиво, белым цветом. Фантастико. Позвала бы друзей, сидели бы и беседовали, вспоминали бы старые отношения, тбилиси. Было бы хорошо. Наверное, в следующей жизни. Венеградную косточку в теплую землю зарою и лозу поцелую. Венеградную косточку в теплую землю. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?